Что было, вот к чему вы пришли, что было, что вы сделали за это время, что вы планируете сделать, кроме очистных сооружений, о которых мы еще поговорили? Мы пришли, когда на завод, это 2003-2004 год, сейчас затрудняюсь говорить, по заводу гуляли коровы. Соответственно, на заводе не было ничего. Был старый котлован, куда сбрасывалась барда, который мы уже на сегодняшний день засыпали. То есть у него сливалось там, не знаю, сколько лет, не буду говорить. Был построен бардозавод, на заводе были построены 6 градирн, которые, это система оборотного водоснабжения для расхолаживания воды. Весь вывоз, договор заключен, вывоз технической воды, которая идет с мойки чинов, с мойки оборудования. Заключен договор с Димитровградской компанией. Соответственно, всю техническую воду мы возим туда. А вот эти вот ваднохранилища, на которые вы нас возили, они уже были тогда, или это ваше производство? Первый этот лаванд был еще до нашего приезда. Первый это который? Который на территории, который вы сейчас засыпали? Который на территории... Те и остальные? Нет, те уже части... Нет, сейчас я сформулирую. Там был маленький котлован, не доезжая до вот этих больших котлованов, там был маленький, а еще один, от которого мы сейчас берем землю. Вот он был самый старый. Моего первого я осушили, и сейчас мы с этого котлована как раз берем землю для рекультивации. Сейчас сколько у вас котлованов в этих бардозахранилища? Там сейчас 4 котлована, один зарыт. В этом году мы зарываем 2-3 котлована, и оставшиеся в следующем году. То есть проблема с бардохранилищами? Ну это не бардохранилища, я бы их так не называл. Там барды нет. И 100 раз брали анализы. В этих котлованах хранилось органно-минеральное удобрение на основе послеспиртовой бажи. Основная масса этого удобрения возилась на поля сельхозпроизводителя. Возилась в маяк, возилась в агрокомплект, потом объединились, стал агромаяк. Фактически эти котлованы принадлежали данной организации. То есть в нем, если многократно брали экспертизы с этих котлованов и так далее, барды в ней нет. Соответственно, на основе послеспиртовой барды делалось органно-минеральное удобрение на основе послеспиртовой барды. Соответственно, в этих котлованах находилось данное удобрение. Последние 2 года туда добавилась куча, я не скажу, что это химия, но назовем ее расщелачиватель. Чтобы убрать кислотность этой барды, туда были внесены вещества. Которые сделали PH близко и к нейтральному. Для того, чтобы опять же производить внесение в почву. В том году жидкость данных котлованов забирал местный сельхозаготовитель. Дорн есть у нас такой Алексей. Он забирал у нас эту жидкость частично. И все анализы, которые производились, по инициативной группе даже пытались уголовные дела завести на нас. О том, что мы сливаем туда послеспиртовую барду. Соответственно, есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потому что жидкость, которая находится там, и жидкость, которую мы возили, это не барда. Так с какого года прекратился сброс барды в эти юрт-мойцы? С 2017 года, после прорыва котлованов, до прорыва, частично она еще туда сбрасывалась, это органоминеральный компонент. После прорыва сброс прекратился полностью. Бардопровод был перерублен. Можно сказать, демонстративно при участии Смекалина Александра Александровича. Бардопровод был перерублен, все оборудование было демонтировано, вывезено. Вы сказали, что 2-3 будет в этом году закоплено. Сколько у вас останется? Останется 1-2. То есть 2 клевона останется на следующем? Да. 2 клевона будут на следующем? Да, 2 клевона останется на следующем. Ну, курит.